Смотрите, украинцы, хочу поделиться таким контекстом, что кто кому ариец, кто кому украинец или русский русскому, то есть смотрите, это не просто вырванные из контекста исторические сравнения, это вполне логические для поревняния эпизоды истории. Вы смотрите, Гитлер вошел в Данию или в ту же Швецию, и Гитлер умилялся от датчан, что они являются арийцами, а немцы там непонятно кто, австрияки или немцы, или от Российской империи остатки какие-то. Короче, они умилялись арийцами, а что в нашем случае происходит, что рюриковичи приходят и нас сжигают, палят, насилуют, грабят, а потом устанавливают нам же, украинцам, Киеву, Святой Руси Киевской. Какие это порядки? Ну, это арматное менса, то есть пушечное мясо прежде всего. Это, посмотрите на Одессу 2014 года, они, вот эти, блин, сепарадюги россияне, кремлевские россияне, путиноиды, они кидают для жертвенности, блин, в топку, сжигают своих же тетушек, своих же этих урятин, рукогатин, блин, которым заплатили. Они же думали, что им заплатили сейчас флаг, возодрят, блин, воздурят, блин, им заплатят и все. Нет, а им пришлось, блин, поджариться там. К сожалению, люди все-таки, да, славяне, хотя какие там славяне, блин. И вот они до сих пор живут и болеют этим русским миром. Это все равно, что, ну, то есть, понятно, их сжигает, бросает Путин в топку для казусбели, для того, чтобы воспользоваться этим мученичеством, кровью, пролитой, блин, якобы бандеры, блин, уничтожают русских, там, подобных, которые выиграли Вторую мировую войну. Ну, вот это все чушь, вот это все, Лаподорию. И чтобы потом больше рекрутировать своих вот этих, блин, россиян на войну со Святой Руссией в Украинской. Это то же самое в школе, там, в армии еще где-то, тебя пиздят, чморят, блин, унижают. А ты потом, мало того, что становишься таким же, ты еще и служишь тем, которые тебя унизили, причморили, блин, или спалили живцем, як в Одессе. То есть, это у них такие законы. Они устанавливают свой менталитет, они устанавливают свой паттерн поведения, поведенческий. Ну, смотрите, и после этого всего Украина сколько веков претерпевала от разборов до гибридной войны. И взять только сравнение Карла Великого, как он тоже жесточайшим образом поступал со своим криминалом, со своим чморятством, вот этим всем, коррупцией и тому подобное. Камнеломни отрезали, казнили, блин, части тела, блин, отрезали и тому подобное. То есть, жесточайшим, но у них в генотипе нету вот этих хрений, хрений. К ним, с ними гибридно, никто никак не поступает. К ним, это шведы, блин, не знаю даже, они, наверное, кажется, сейчас даже и не в НАТО еще, и у них даже и ядерного оружия, кажется, нету, блин. Они сейчас строят с поляками подводную лодку. Но когда подводная лодка советская, российская, ну, кремлевская, СССРовская, вошла к ним в ихние воды в 80-е годы, в года, они не всрались, они взяли ее и арестовали, блин. Матросов по сраку отпустили, блин, и спилили вот этот тумба, в которую ходят и выходят матросы, подводники. И поставили посреди, кажется, в кардскруне это было. И до сих пор и я, и все люди ездят вокруг этого и смотрят, фотографируют, ух, нифига себе, подводная лодка. И они радуются, и все, и Россия, и СССР такая потуга была, ничего им не сделало. Потому что это шведы. У них в генотипе совсем написано не то, что у нас, когда мы были постоянно завоеваны этими долбанными рюликовичами, потом этими долбанными, блин, кремлевскими, блин, долбанутыми, которые завоевали, а потом установили нам геном, блин, акцептирование жизни, поведенческий паттерн. И мы с этим политическим паттерном и до сих пор вот так вот лачим жалкое существование, что на нас всякие чмыри вонючие наживаются, блин. Что мы лазим по Европе, блин, имея такие ресурсы. Ну, короче, я что, блин, не собираюсь пропаганду распускать или предвыборные ролики делать. Ну, просто возьмите и сравните. Гитлер входит в Данию и умиляется от датчан. Они на них плюют, на немцев. Пошли вы нахер, блин. Они, не, вы ж арии, вы ж крутые. Ну, да, мы крутые, но что вы сюда пошли, пошли нахер, блин. И к нам. Есть разница? I think so. Так что, друзья, товарищи, давайте все вместе, как нация украинская, отходить, уходить подальше от вот этого генома, российскости, русских и тому подобное, до тех пор, покуда они когда-то не станут хотя бы жалкими, ну, не жалкими, хотя бы минимум подобие интеллигентной, не гибридной, а высокодостопочтенно достойной нации. Ей, покуда они станут, они нации воров, там, где в геноме записано, что если ты не украл, если ты не обманул, не солгал, не скоррупционировал, значит, ты лох. То есть нам вот этот кодлятник не нужен, потому что мы от Бога, понимаете, мы от Бога, от Всевышнего, по образу и подобию, в котором сказано так-то и так-то. То есть мы не шоколинная нация. Поэтому мы должны отстраняться как можно дальше, а ближе от понимания, что викинги, шведы, это все-таки те, которые ближе к нам, еще до Рюриковичей. Это более здорово, это более полезно, это более достойно, гидно. Это не гибридно, это достойно. А так, если мы гибридились, гибридились веками, если мы не были государством суберенным постоянно, через что попало? Это уже третье дело рассказывать, кто кому Вениченко, кто кому Скоропадский, кто кому Петлюра и тому подобное, до этого, это уже никому, это уже аж так не интересно. Интересно то, что с нами и к нам будут относиться и поступать так же, насколько мы являемся достойностью генетической, так же, как немцы, которые вошли гитлеровцы в Данию. Они умилялись, нифига себе, блин, датчане. Потому что датчане были арийцами тогда. Они не были какие-то гибридные, которых постоянно... Блин, они были достойными нации, перед которыми умилялись даже оккупанты. Есть над чем задуматься. Это, прежде всего, генетип, который нужно нам ломать нахрен, как Карл XII ломал, блин, тех же самых шведов. Переломал, ну, доломал их, сделал из них достойную нацию, к которой мы к этому достоинству стремимся. Не быть поляками, не быть польским мясом, лещу, каким-то лещ, ну, что угодно каким-то. Но быть именно достойной нации, да просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok